Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с первым воскресением после Пасхи, которое на языке церковного устава называется Анти-Пасха. Вот этот предлог Анти в греческом языке означает не только против, к чему мы привыкли, употребляя этот предлог в русском языке, но и после. Итак, Анти-Пасха – это воскресение сразу после Пасхи, и оно посвящено воспоминанию о явлении Христа Спасителя сразу после Его воскресения, когда он, пройдя через закрытые двери и стены, оказался среди апостолов. И апостолы, пораженные этому явлению воскресшего и общению с Ним, сообщили о том одному из них, кто отсутствовал, апостолу Фоме. И тот, пораженный вестью, сказал то, что, может быть, многие бы из нас на его месте сказали. «Пока не осижу руками, пальцами его раны, пока не вложу в них свои пальцы и пока не прикоснусь к его ребрам, не поверю». Потому что слишком ошеломляющим было это свидетельство апостолов, слишком оно расходилось с опытом жизни людей. И когда через неделю Господь снова является учеником, то, обращаясь к апостолу Фоме, говорит, «Вот вложи свои перста, свои пальцы в мои раны, осежи мои ребра, и не будь неверен, но верен». А затем произносит слова, смысл которых каждый христианин должен ясно понимать. Блаженные, не видевшие и уверовавшие. Блаженство – это счастье, полнота жизни. Означает, что те, кто верует, имеют возможность войти в эту полноту жизни, в блаженство. Господь словами, обращенными к апостолу Фоме, не подвергает осуждению разум и знания. Он просто говорит о том, что разума и знаний не хватает, недостаточно, чтобы быть счастливым, чтобы войти в блаженную жизнь. Мы познаем мир через органы чувств. Даже если мир познается путем логики, в том числе с использованием математического аппарата, то всякий математический вывод можно представить через физическую реальность. Вот ученые уже много лет тому назад вывели некую гипотезу, что существуют гравитационные волны. Волны, которые спускает каждое тело в космосе. И математически это было доказано. Но до недавнего времени это называли гипотезой. Может быть это так, а может быть и не так. Но когда построили особо чувствительные приборы, способные воспринять эти гравитационные волны, тогда гипотеза математическая подтвердилась и стала реальностью. Что это значит? Опять чувства. Увидел человек. Грубо говоря, потрогал и познал. Вот такого знания, основанного на разуме, недостаточно для того, чтобы войти в блаженную, счастливую жизнь. А почему Господь говорит о том, что уверовавший способен войти в эту жизнь? А потому что по словам и апостола Павла, и потом перефразированным словам святителя Филарета, московского великого богослова и просветителя XIX века, вера начинается в разуме, хотя принадлежит сердцу. Если знание только принадлежит разуму, то вера принадлежит и разуму, и сердцу. А где сердце, там область наших чувств. Именно в сердце располагаются те струны, которые точно определяют звучание нашей жизни посредством голоса совести. Именно чувствами опознается божественный нравственный закон. Поэтому разума недостаточно. Нужно, чтобы сердце участвовало в познании сверхреальности. Но если мы говорим о нравственном законе, то ведь у этого нравственного закона есть конкретные требования к человеку. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и так далее. А для того, чтобы исполнять эти требования, нужна воля сильная. Так что же получается? Если знание основывается только на разуме, то вера на разуме, на чувствах и на воле. Вера есть концентрация всех человеческих сил. Все, над что способен человек, он вкладывает в это понятие веры, в опыт веры. И потому благоугодно было Богу установить связь с человеком не на основании разума только, и не на основании только чувств, как это происходит в искусстве, и не на основании только воли, как это происходит во многих человеческих действиях, а на концентрации всех способностей человеческой души. Вера есть апогей, концентрация всех внутренних сил. И именно этой концентрации от нас Бог требует, чтобы мы вошли в общение с Ним. И именно через веру, устанавливая связь с Богом, мы реализуем в самих себе Божий закон, Божью волю. Начинаем жить по этому закону и этой воле, и только тогда перед нами открываются красота и непостижимый разум божественного замысла о мире и человеке. Мы способны увидеть Бога, в том числе и через творение, через свое собственное сердце и разум, через любовь к ближнему, через красоту природы и рукотворную красоту, примером которой является вот этот из праха и пепла, воскресший воскресенский храм, являющий в себе высоту мастерства художественного, красоту человеческого замысла и величия человеческой веры. Сегодняшний день учит нас тому, что мы становимся счастливыми, когда, концентрируя все силы своей природы, открываем для себя Бога. Вот почему Господь и сказал Фоме «блаженны невидевшие и уверовавшие». И пусть Господь нам, людям 21 века, поможет все это понять, прочувствовать на опыте своей жизни, потому что понять это опять недостаточно. Через сердце все это должно пройти, через волевые установки, и тогда формируется такой образ жизни, который открывает перед человеком райские двери, уже здесь на земле и в вечности. Мы сегодня празднуем особенное событие – освящение Воскресенского собора в Ново-Иерусалимском монастыре. Это был замысел великого патриарха Никона, который, к сожалению, по стечению сложнейших политических обстоятельств и многих других факторов не сумел довести до конца дело строительства этого монастыря. Он желал, чтобы русские люди имели возможность, не подвергая себя огромным опасностям, связанным в то время с путешествием в Иерусалим, здесь, на московской земле, прикоснуться к Иерусалимским святыням, войти в храм Воскресения, в кувуклии гроба Господня, приложиться к камню помазания, пройти в храм Константина и Елены, где в Иерусалиме был обретен крест. И желал святитель Никон, чтобы все это место вокруг Ново-Иерусалимского монастыря стало образом святой земли. Ему это отчасти удалось и его последователям. Но судьба, как говорят, была очень жестока с этим местом. Еще в 19 веке какие-то объекты этого монастыря стали разрушаться, требовалась большая реставрация, к которой хотели приступить в веке 20-м и что-то начали делать. А затем наше лихолетие революционное, а потом страшные испытания Великой Отечественной войной. Здесь на несколько недель задержались немецкие войска, и вокруг монастыря разразился страшный бой. И монастырь был полуразрушен. Но даже в то трудное время, в послевоенное, сознавая важность архитектурную, историческую этого места, стали постепенно восстанавливать монастырь. Но по-настоящему мы можем сказать, что восстановление монастыря началось с 2011 года. До того времени мой блаженно почивший предшественник, святейший патриарх Алексей II и тогдашний президент, ныне премьер Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев, везде присутствующий, создали попечительский совет и начались изыскательские работы, проектные работы. А в 2011-м началась беспрецедентная, широкомасштабная реставрационная работа, которая завершилась за рекордные 4 года. И у меня есть внутренняя, большая потребность выразить глубочайшую благодарность вам, Дмитрий Анатольевич, Виктору Алексеевичу Зубкову, который возглавил практически всю эту работу, и многим другим людям, к нашим замечательным реставраторам, строителям, организаторам, которые действовали удивительно, скоординированно, без спешки, но с удивительно правильным поступательным ритмом. Сегодня все это позади. Обитель практически полностью восстановлено. хотел бы еще раз поблагодарить наместника и братья. С праздником всех вас поздравляю! Храни вас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok